Ну что, друзья, всем большой привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой потрясающий YouTube канал! И сегодня мы с вами поговорим про одну из самых долгожданных, про одну из самых желанных лично для меня палеток этого рождественского сезона. Одного из самых противоречивых для меня брендов, поэтому если вам интересно, продолжайте смотреть. Но перед этим я как всегда попрошу вас подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Погнали! Ну что, вы готовы к очередному косметическому разочарованию? Я так точно не была готова. Для меня это на самом деле оказалось таким большим шоком. Я абсолютно нахожусь в полнейшем смятении касаемо этой палетки. Ну в общем-то давайте по порядку. И это палетка First Frost 04 из линейки Солей от Tom Ford. Она мне приехала в такой потрясающей золотой коробочке. Мне всегда золотишко поднимает настроение, потому что мне кажется, что меня в детстве украли у цыгана. Я, знаете, купалась в золоте, купалась в роскоши и бриллиантах. Но да, до сих пор меня манит на все такое золотистое и переливающееся. И в этой просто потрясающей коробочке мне приехала вот такая вот белоснежная палетка в белоснежном пыльничке, который спустя 2,5 недели использования уже стал в такую крапинку не очень красивую. И мне не очень интересно, хотя это неизбежно, что же произойдет с этим пыльником через месяца 2, через полгода, через год. Вот какого цвета он станет. Да, в общем, достаточно сомнительное, но интересное решение с этим пыльничком. И в этом пыльничке была вот такая вот белоснежная палетка. И палетки в таком оформлении Tom Ford выпускает всего лишь раз в год под Рождеством. В прошлом году была похожая достаточно коллекция по цветовому решению. По-моему, палеточка называлась Солей Дибэ, как-то так. В общем, вот такая вот белая пластиковая упаковка с золотой шильдой снизу и со всей нужной нам информацией с обратной стороны. И знаете, мое первое разочарование случилось тогда, когда я прочитала все, что мне нужно знать на обратной стороне, на вот этой наклеечке. Вы готовы расстраиваться? В общем, в этой палетке у нас 4 оттенка общим объемом 6 грамм. 6 грамм за 88 долларов. Ааа, мне до сих пор от этого нехорошо. Как так? 6 грамм. Почему не положить больше? Почему не положить 9, допустим, да, как в прошлых запусках? И то, когда положили 9 грамм в палетке от Том Форд, просто бьюти-мир гудел, бьюти-мир стоял на ушах. А теперь нам положили 6, 6 грамм продукта. Ладно, переходим дальше. Все палетки Том Форд произведены в Италии. И если вы наткнетесь на какую-либо палетку, произведенную, не знаю, в Америке, в России, во Франции, в Китае, неважно, это все будет не оригинальная косметика, не оригинальная продукция. Поэтому, ребятки, учитывайте то, что все палетки произведены в Италии, и особенно если вы покупаете через байеров, которые пытаются убедить вас в обратном, всегда будьте осторожны и спрашивайте помимо батч-кода, который всегда есть на упаковках Том Форд, то ту информацию о палетке, которая должна вызывать у вас определенные вопросы. Вот, палеточки должны быть произведены в Италии. И, в общем-то, открываем эту красотку и видим просто потрясающе красивое наполнение. И рефины всегда в палетках защищены таким, такой пластиковой заглушкой, и здесь у нас также есть спонжи, кисточки, которые я никогда не использую. И после того, как мы убираем всю эту мишуру, мы, конечно же, в полной мере можем насладиться тем, насколько, насколько прекрасное цветовое решение у этой палетки. И перед тем, как говорить непосредственно об оттенках, мне хочется, конечно же, поговорить о формуле этих теней, поскольку формула теней в этой палетке нестандартная. Это тоже луэт-драйв формула, да, формула, которую можно наносить как сухим, так и влажным способом, но она несколько отличается от обычных регулярных палеток в обычной регулярной линейке постоянной у Tom Ford. И сейчас я вам постараюсь объяснить то, как я ощущаю эту формулу. Для меня эта формула похожа на формулу таких ярких металлизированных хайлайтеров. Она достаточно тонкая, она мягкая, она такая, знаете, вот я когда вожу, сейчас я набрала немножко оттенка, когда я растираю этот оттенок между пальцами, он такой достаточно крупный, ощутимый, немасляный, достаточно сухой, и он растирается вот в такую вот мелкую хайлайтовую крошку, и мне кажется, что абсолютно спокойно можно использовать эти оттенки в качестве хайлайтеров, да, ну, соответственно, относительно вашего тона кожи. И это наталкивает меня на такие достаточно спорные мысли, потому что у меня сразу же возникает вопрос к тому, насколько красиво эти тени будут лежать на моих веках, насколько стойкими они будут, но об этом мы поговорим позже, и давайте переходить непосредственно к оттенкам. И первый оттенок в этой палетке, это такой белоснежный оттенок только что выпавшего снега, он такой искрящийся, как и все остальные оттенки в этой палетке, и когда я свочу этот оттенок, когда я, в принципе, смотрю на оттенки из этой палетки, я представляю себе снежную гладь, где-то на обушке леса, которая искрится под яркими солнечными лучами, и которая переливается просто всеми цветами радуги. Это именно те впечатления, которые я испытываю тогда, когда наношу два оттенка из этой палетки на свои глаза. Это вот этот вот первый такой белоснежный оттенок, следующий оттенок в этой палетке, это такой розово-золотой оттенок, но он достаточно холодный. Если мы, допустим, будем сравнивать этот розово-золотой оттенок с подобными розово-золотыми оттенками, я вам, конечно же, оставлю сравнение этих оттенков с другими палетками дальше, то вы поймете, что в этом оттенке достаточно много такой лиловой нотки, но вот относительно остальных оттенков в этой палетке, этот оттенок все-таки такой розово-золотой. Следующий оттенок в этой палетке, это такой средний бежевый оттенок с золотистым переливом, и он меня немного разочаровал, потому что на моей коже он отдает такую серую нотку, в макияжах так точно, если вот сейчас на руке на свочах он представляется все-таки таким более натуральным, правильным, бежево-золотым, то на глазах, особенно в тушевке, этот оттенок смотрится не очень привлекательно, и то же самое я могу сказать о самом темном оттенке из этой палетки, это опять же-таки такой темно-коричневый оттенок с золотистым переливом, и в принципе они очень достойно, очень гармонично смотрятся сейчас на моей руке, но в макияжах эта палетка раскрывается абсолютно по-другому, начиная от вот этого вот розового оттенка, который в макияжах выглядит, знаете, более золотым, в нем очень мало вот этой вот розовой нотки становится, и вот в этих двух оттенках достаточно такая холодная серая нотка появляется, и вообще эта палетка для меня раскрылась немного с неожиданной стороны, потому что когда вот вы просто смотрите в эту палетку, вам она не кажется холодной, но на моих глазах я видела такой холодный, морозный перелив, и лично на мой вкус это выглядело не очень красиво, и плавно переходя к макияжу, который можно получить с этой палеткой, мне, конечно же, хочется отметить тот факт, что в принципе вы можете нанести абсолютно любой оттенок из этой палетки соло на все века, и у вас на веках появится очень такой искрящийся тонкий оттенок тени с таким еле уловимым подтоном. Как раз-таки мне хочется сейчас вернуться к текстуре этой палетки, к текстуре этих теней, и возвращаясь к формуле теней, которая у нас представлена в этой палетке, формула тени здесь, как я уже сказала, такая легкая, хайлайтовая, и при нанесении сухой кистью этих оттенков на веки у вас остается такой полупрозрачный слой, очень легкий такой оттенок с большой россыпью блесток. И если честно, это не то, что я хотела получить от этой палетки, это не тот результат, который я ожидала, и давайте я вам сейчас покажу три макияжа, которые у меня получались с этой палеткой, и позже мы с вами обсудим некоторые нюансы. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился у меня макияж с этой палеткой, и сейчас я вам покажу, как я его сделала. Для начала я буду наносить розовый оттенок плоско-пушистой кисточкой от Иссония Джи. Щедро так его набираю. У меня сейчас абсолютно ничего нет на веках, и наношу на все подвижное веко этот оттенок. Сейчас я буду наносить вот этот вот средний коричневый оттенок во внешний уголочек глаза. И он мне не очень нравится, потому что в нем есть какая-то серо-лиловая, грязноватая нотка, какая-то не очень понятная для меня лично. Теперь беру первую кисточку и наношу вот этот вот самый светлый оттенок под бровь. Вот он, кстати, очень классный. Он круто высветляет, прям такой блик появляется, очень красивый. И теперь я буду наносить серо-коричневый оттенок на нижнее веко. Так, добавляю пальцем на подвижное веко вот этот вот розовый оттенок. И сейчас я буду проходиться по ресничному ряду самым темным коричневым оттеночком. И то же самое я сделаю по нижнему веку. Окей, сейчас я прорисую стрелку, накрашу ресницы и вернусь к вам. Ну что, я закончила делать макияж. Вот такой он у меня получился. И не сказать, что я прям в каком-то восторге, потому что явно мне эта палетка, как и вам наверняка напоминает, вот эту вот палетку от Наташи Диноны. И да, мне кажется, как-то глупо сравнивать Наташу Динону и Том Форд в плане интенсивности цвета, в плане формулы, в плане легкости использования, да. Окей, понял, принялся, знал, едем дальше. И первый этап, это, конечно же, нам нужно задать первоначальную глубину, так как вот вы видите, у меня достаточно интенсивный цвет расположен ближе к ресничному ряду. И, конечно же, нам нужен карандаш. Я сейчас его всю тестирую. Карандаш от Charlotte Tilbury в оттенке Barbarella Brown. И нам, собственно говоря, нужен карандаш. И небольшая кисточка для того, чтобы растушевывать этот оттенок. Сначала нам нужно пройтись по слизистым, по верхней слизистой, по нижней слизистой. И теперь нам нужно оттушевывать этот цвет повыше на подвижное веко. Нам самое главное растянуть вот этот вот весь, всю интенсивность цвета вверх на подвижное веко. И вот, что у нас в итоге на верхнем веке должно получиться. Вот плюс-минус такая картина. С нижним веком мы разберемся чуть позже. И приступаем непосредственно уже к нашим тенюшкам. И для начала мне, конечно же, нужно положить цвет на этот карандаш, чтобы его закрепить. И я сейчас возьму вот этот вот светло-коричневый оттенок на кисть бочонок. И нанесу его на подвижное веко до складочки. И также во внешнем уголочке глаза, по диагональке, я этот цвет, конечно же, кладу. И теперь складку я буду оформлять вот этим вот светлым розовым оттенком. Я достаточно интенсивно наношу этот оттенок, потому что за счет своей такой текстуры, блестящей, полухайлайтовой, этот цвет очень круто входит в кожу. Итак, берем плоскую кисточку, набираем вот этот вот светлый оттенок и кладем его вот так вот под бровь. И посмотрите, какой сразу фрост такой эффект получается. И, конечно же, набираем еще розоватого оттеночка и добавляем интенсивности в складки. Так, и теперь берем маленькую кисточку и набираем самый темный оттенок. И кладем его ближе к ресничному ряду. Углубляем интенсивность цвета. И выводим такую стрелочку ко внешнему уголочку. Супер! Теперь берем маленькую кисточку, которой мы оттушевывали карандаш в самом начале. Набираем на нее карандашик. И будем проходиться во внешнем. Прорисовываем тоненькую линию во внешнем уголочке. И немножко заводим вот сюда. Так, теперь на нижнее веко мы кладем карандаш вот так вот. И делаем такие отслизистые, оттягивающие вниз движения. Для того, чтобы у нас совсем немного легло цвета в ресничный ряд. И берем еще одну небольшую синтетическую кисточку. И подтягиваем этот карандаш вот так вот пониже в оттушевочку. И теперь, конечно же, закрепляем наш карандаш самым темным. Сначала оттенком. Так. Вот так вот ближе к ресничному ряду. Плотно-плотно накладываем оттенок. По всему ресничному ряду. И на внутренний уголочек тоже вот сюда. А теперь берем пушистую кисточку. Набираем розовый оттенок. И оттушевываем. Оттушевываем. Так. Супер. Теперь мне осталось все накрасить реснички погуще. И я к вам вернусь. Ну что, как вам? Как вам полный образ этой палетки? Как вам такой макияж? Мне кажется, что к этой палетке очень круто подходят какие-то яркие помады. Мне кажется, эта палетка идеально смотрится в таких, знаете, приглушенных более макияжах. Когда у вас идет акцент на губы. И как? Как вам? Может, вам больше сюда что-то нюдовое хочется? Дайте мне знать, как вам с этой помадой смотрится этот макияж. Кстати, это помада Charlotte Tilbury. А сейчас я вам скажу, что за оттенок. Это оттенок The Queen. Это ее матовая помада. Вот такая вот стандартная линейка. Очень красивый. Такой розово-красный оттенок. Безумно круто отбеливает зубы, по крайней мере, мне кажется, что мои зубы не выглядят желтыми. Вот так. Вот такое комбо получилось. Ну что, друзья и подружки. Сейчас я вам покажу еще один макияж. Вот такой вот коричневый смоки с использованием двух оттенков из палетки. Я буду использовать этот вот самый темный оттенок. И вот этот вот светлый для того, чтобы нанести его под бровь. И если вы внимательно смотрели мой предыдущий макияж, то наверняка вы заметили определенное сходство. Сходство здесь есть в том, что я буду сейчас использовать карандаш. Вы можете использовать абсолютно любой карандаш. Будь то гелевый, будь то обычный. Карандаш стандартный такой, помягче. Либо вы можете использовать, не знаю, какую-то подводку коричневую и оттушевать ее. Либо вы можете использовать какую-то матовую помаду. В общем, я же буду использовать карандаш от Charlotte Tilbury в оттенке. Barbarella Brown. Все тот же самый. Я на самом деле очень сильно полюбила этот карандаш. И цвет у него такой красивый, правильный, коричневый. Без краснинки, без каких-то дополнительных оттенков. И, конечно же, для начала я пройдусь этим карандашом по слизистой. И буду так же, как и в предыдущем макияже, его оттушевывать на подвижное веко. Но уже немножко выше, так как у меня оттенок коричневый доходит до складочки. И оттушевка уже идет по складочке. Поэтому я его сначала наношу на слизистую. Растягиваю его вдоль ресничного ряда. Вот так вот толстенько, можно не очень аккуратно. И синтетической кисточкой, вот такой вот небольшой, я буду растушевывать этот цвет. Так. И так же прохожусь по нижнему веку, по слизистой. И буду оттушевывать вниз на нижнее веко. Итак, вот такая вот первоначальная оттушевка карандаша у нас получилась. И теперь я буду набирать вот этот вот оттеночек, самый темный, на маленькую кисточку. Вот такую вот очень маленькую. Это кисточка от Рефор 03. Очень удобная кисточка, очень классная, приходится по ресничному ряду для вот моих глаз, для моего размера глаз, да. И оттушевываю также наверх. То есть я плотно цвет наношу, опять же таки, до складочки. А дальше я уже буду растушевывать более пушистой кисточкой этот оттенок. Теперь на вот такую вот плоско-пушистую кисточку, это кисточка Рефор 01, я набираю вот этот вот самый светлый оттеночек. И доношу его под бровь, вот так вот плоско кладу кисть и прохожусь вот так вот под бровью. И во внутреннем уголочке глаза. Теперь еще раз добавляю пушистой кисточкой коричневую складку, для того, чтобы вернуть глубину складки, сделать ее более такой контрастной, более интенсивной. И добавляю еще немного этого оттенка, ближе к ресничному ряду. Чуть-чуть добавила света, для того, чтобы на камере посмотреть на какие-то огрехи. Вот тут вот чуть-чуть потушевываю. Сейчас я накрашу ресницы, посмотрю на себя издалека, со стороны, через телефон, посмотрю, что-то у меня где и вернусь к вам. Ну что, я закончила с макияжем глаз, я немножко подтушевала внешний уголок, густо накрасила ресницы, немножко подсбавила с рыжима своих щек, поскольку, мне кажется, у меня достаточно холодный получился макияж глаз. И такие у меня рыжеватые были скулы, хотя достаточно хорошо они уравновешивали такое сочетание цветов с моей помадой на губах. И также в этот макияж спокойно можно добавить пучковые ресницы, можно добавить ленточные ресницы, в зависимости от того, насколько сильную такую драму и насколько более выразительные глаза вы хотите получить. А пока увидимся через 3, 2, 1. Ну что, я думаю, что после того, как вы посмотрели макияж с этой палеткой, у вас также возникла такая достаточно сильная ассоциация с вот этой палеткой от Наташи Диноны. Это палеточка под номером 8. И на самом деле, я очень сильно люблю эту палетку, у меня есть обзор на нее, он всплывет где-то здесь, наверное, вот здесь вот. По подсказке кликайте, переходите. И я понимаю, что сравнивать тени от Наташи Диноны и от Том Форд это горячка, что это абсолютно две разные истории, что Том Форд это больше, знаете, такие легкие голливудские макияжи, а Наташа Динона это все-таки уже хай-фэшн, это что-то более такое интересное и подиумное. Я, по крайней мере, так для себя эту историю воспринимаю. И немного глупо сравнивать эти тени, немного глупо рассчитывать на то, что качество тени от Том Форд будет хоть на йоту близко к качеству теней от Наташи Диноны. Но настолько сильно меня разочаровала эта палетка в том плане, что я не получила даже 50% удовольствия от использования этих теней, от того удовольствия, которое я испытывала при использовании этой палетки. И давайте сейчас просто для общего развития покажу вам фрагмент, в котором я сравнила оттенки из этих палеток. Вот это вот оттенок из палетки Фёст Фрост, вот этот, вот этот и вот этот, то есть они идут через один. И в принципе я думаю, что вот вы по сводчам можете оценить то, что палетка Фёст Фрост и Том Форд несколько холоднее. Это очень хорошо видно, во-первых, по вот этому оттенку, несмотря на то, что изначально эти оттенки кажутся оба такими розово-золотыми. Но вот этот оттенок, он более сиреневый, такой более холодный. И также вот эти вот два оттенка прямо заметно, что они достаточно сильно отличаются. Но вот этот оттенок последний, он несколько теплее, чем вот этот оттенок, потому что в нем есть в этом вот оттенке сепия, прямо такая оливковая, холодная нотка. Но если взять вот эти вот два оттенка, то, конечно же, вот этот оттенок, он более холодный за счет того, что в нем опять же таки есть такой розоватый подтон в переливе, который вот так вот хорошо играет на свету. Ну, а если опять же таки брать вот эти вот два оттенка, да, то вот этот вот оттенок, самый светлый из палетки First Frost, он прямо такой белый, морозный оттенок снега. В нем даже вот я не могу увидеть ни какого-то золотого перелива, ни какого-то розоватого перелива, он именно прям белый и достаточно такой плотный оттенок. И если абстрагироваться от палетки от Наташи Диноны и воспринимать объективно эту палетку самостоятельно, как самостоятельный экземпляр в косметическом пьюти мире, конечно, если пытаться выжать из этой палетки максимум, можно наносить эти тени влажным способом. При нанесении влажным способом эти тени ложатся более плотным слоем, более пигментированным, но лично на моих веках при нанесении влажным способом эти тени достаточно сильно морщинят мое веко, достаточно сильно подчеркивают рельеф. Сомненно, палетка от Наташи Диноны делает практически то же самое, но в меньшей степени, гораздо меньшей степени, чем это делает влажный способ нанесения вот этой вот палетки First Frost. Я на самом деле не знаю, какой вывод я хочу сделать об этой палетке, поскольку она меня разочаровала. На самом деле, я ожидала от этой палетки очень многого, поскольку когда я только увидела эту палетку в интернете, я сразу же ее захотела. Мне так понравились свочи этих теней. Вот на самом деле, когда вы просто их свочите, давайте сейчас еще поинтенсивнее наберете оттенки на пальчики, когда вы просто свочите эту палетку, ну это такая невероятная красота. Это так красиво выглядит, такие благородные переливы. Но на глазах это просто какое-то полное разочарование, учитывая то, что в этой палетке у нас 6 грамм продукта за 88 долларов. Лично я не могу найти ни единого плюса в этой палетке лично для себя. И если честно, я осталась несколько разочарована этой палеткой, разочарована качеством этих теней и тем результатом, который я увидела на своих веках, поскольку, как я уже сказала, он даже на 50% не приближал меня к тому желанному результату, на который я рассчитывала, когда только заказывала эту палетку и начинала ей пользоваться. И если говорить о том, советую ли я кому-то эту палетку к покупке, нет, ребята, вот честно. Если вы коллекционер, если вы любитель теней бренда Tom Ford, вот если вам хочется просто в коллекцию приобрести эту палетку, или у вас, допустим, нет еще прошлогодних палеток вот в такой текстуре, то да, тогда я думаю, что вы, в принципе, сильно не разочаруетесь, если эта палетка не удовлетворит вас на 100%, как это произошло со мной. Но если вы просто хотели начать знакомство с тенями бренда Tom Ford и планировали приобрести эту палетку в качестве первой, ни за что, друзья, поберегите свои деньги. 88 долларов за 6 грамм продукта, с таким... Я не могу сказать, что это 20 теней на качество. Но это не то качество, которое я хотела получить за 68 долларов в палетке от бренда Tom Ford. И, пожалуйста, не тратьте ваши денежки на эту палетку. Лучше пойдите купите какую-нибудь новую палетку от бренда Charlotte Tilbury. Или, не знаю, купите новую палетку от бренда Dior, если вам хочется какую-то интересную, классную новинку. Но это... Это какой-то позор. Что ж, ну а я на этом буду заканчивать. Обязательно дайте мне знать внизу, как вам эта палетка. Как вам результат с этой палеткой. Может быть, я достаточно сильно к ней придираюсь. Может, я как-то неправильно использую эту палетку. Или я не раскрыла весь ее потенциал. Если у вас есть эта палетка, также дайте мне знать, как вам она. Как вам макияжи, которые у вас не получаются. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за ваш просмотр. Поделитесь этим видео со своими друзьями, поскольку это очень сильно помогает развитию моего YouTube-канала. И я, конечно же, с вами не прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Будем в следующем видео. До скорых встреч.